Здравствуйте! Сегодня гость нашей студии министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин. И с ним мы обсудим такие вопросы, как перспективы реализации программы по строительству жилья эконом-класса. Также мы поговорим о программе капитального ремонта многоквартирных домов и узнаем, чем привлекательна коммунальная сфера нашей области для потенциальных инвесторов. Дмитрий Валентинович, доброе утро! Доброе утро! Во вторник в Саратовской областной думе состоялось обсуждение программы капитального ремонта многоквартирных домов. И уже пройден подготовительный этап, сформирована необходимая нормативная база и жители в ноябре уже получили свои первые платежки. Каких изменений ждать саратовцам от реализации данной программы? Действительно, у нас завершается год и время подвести некий итог реализации этой реформы. Фактически весь год был посвящен этому одному из крупнейших мероприятий с точки зрения реформирования системы ЖКХ в Российской Федерации. Если говорить, на какой результат мы выходим на конец года, это, прежде всего, надо сказать, что полностью сформирована нормативная база. Это 11 законов Саратовской областной думы, а также 16 постановлений губернатора, правительства Саратовской области и министерства. На Саванне, соответственно, этой нормативной базы была создана система, в которой на сегодняшний день работает такая коммерческая и некоммерческая структура, как региональный оператор. Она сформирована с предельным штабом 7,7 человек, впоследствии которой будет работать. Сейчас в ней работают 15, связанное с тем, что мы не приступили еще непосредственно к системе аукционов и проведения работ от регионального оператора. Также необходимо добавить, что в течение всего года проходили собрания на домах. И необходимо сказать о том, что действительно наша область первая, если говорить о приволженном федеральном округе, и одна из самых первых в первых рядах стоит по количеству домов, где граждане выбрали управление непосредственно самостоятельно, фондом капитального ремонта. И денежные средства будут накапливать на спецсчетах. Фактически 20% граждан Саратовской области пошло по данному пути. На мой взгляд, это очень хорошая тенденция. На сегодняшний день граждане сделали уже первый шаг. То есть они осознают, что необходимо самостоятельно контролировать данные работы, самостоятельно накапливать фонд, самостоятельно утверждать сметы, самостоятельно контролировать. То есть мы идем действительно по пути реформирования данной системы. Конечно, очень хотелось бы, чтобы по этому пути, мы знаем с Нового года, и управляющие компании смогут открывать спецсчета, внесены необходимые изменения в законодательство, чтобы данная схема увеличилась. Я всегда говорил о том, что система регионального оператора и та организация, которая создается, это помощь гражданам, тем, которые пока не хотят этим заниматься. Но впоследствии, если они сорганизовываются, необходимо, конечно, идти и самостоятельно средства накапливать. И абсолютно правы, с октября месяца по данным нормативным актам сейчас уже гражданам выставляются платежки. Сейчас это сделано в 18 муниципальных районах, и в течение двух недель до 20 числа все граждане Саратовской области получат платежки. Но хотелось бы сказать о том, что такие крупные районы, как город Саратов, Энгельс, еще ряд районов, платежки получат сразу за два месяца. И за октябрь, и за ноябрь. Это связано с тем, что изучая опыт региональных представительств, которые занимаются такой же деятельностью, многие пошли по выверке данных с управляющих компаний. И это привело к тому, что было большое количество нарушений, большое количество жалоб граждан. Поэтому мы пошли по единственному правильному пути, выверка данных с Росреестром. Огромная работа, свыше 10 тысяч ежедневно, вручную обрабатывается данных. Но зато мы уже выйдем, когда на завершающий этап все граждане получат платежки без каких-либо ошибок. Также мне хотелось бы говорить о тех проблемных моментах, которые могут возникнуть. И о них необходимо сказать. Во-первых, граждане, которые получают платежки, должны внимательно и бдительно подходить к их оплате. На них четко должно быть указано, если граждане счета формируются у регионального оператора, реквизиты, соответственно, счета и реквизит регионального оператора. Поэтому здесь универсальная платежка, она была презентована нами на предыдущей пресс-конференции, она будет у всех, соответственно, одинаковой. Также мы сейчас обсуждаем вопрос, чтобы на обратной стороне платежки печатать полезную для граждан информацию. Не рекламу, а необходимые выписки нормативных актов, либо ту информацию, которую необходимо получить. Особо хочется поговорить о тех проблемных моментах, которые могут возникнуть от СЖ Ленинского района, от СЖ Фрунинского района. Связано это с тем, что граждане, проживающие в этих домах, ранее своими протоколами на общих собраниях выбрали самостоятельную оплату денежных съезд за капитальный ремонт. Никто не запрещает этого делать, к сожалению, или к счастью, в рамках жилищного кодекса это возможно. Но в связи с тем, что сейчас они провели работу, и те протоколы, которые они выбрали через Государственную жилищную инспекцию, не соответствуют выбору спецсчета самостоятельного, они могут попасть в такую ситуацию, что, опять же, в рамках закона к ним придет две платежки. Первая платежка в рамках их собраний, и вторая платежка в рамках работы регионального оператора. Поэтому мне бы еще раз хотелось к этим гражданам обратиться, чтобы они выбрали, если они хотят платить дважды за капитальный ремонт, конечно, это выбор каждого. Если они этого делать не хотят, необходимо в правильном порядке, в загонном порядке, используя помощь нашу, Государственную жилищную инспекцию, провести собрание и отказаться над предыдущих плат за капитальный ремонт. Тогда у них будет одна платежка, сформированы счета в региональный оператор, и они также будут работать в рамках нашей региональной программы. Хочу напомнить, срок действия региональной программы 30 лет, в нее включено 12 600 домов и по 25 видам работ. То есть, по сути, за это время будет выполнено 163 тысячи различных видов ремонтных работ. Огромный пласт работы, большие необходимые мероприятия, которые будут проходить вместе с ними. Также граждане часто задают вопрос, где можно будет оплатить эти квитанции, эти начисления и платежи. Региональным оператором на сегодняшний день проходится работа по подписанию ряда соглашений. И уже подписано со Сбербанком, уже подписано с Почтой, уже подписано с Экономбанком, где плата за платежи существенно снижается от рынка. Поэтому у граждан есть много возможностей. Также такая возможность есть через интернет, такая возможность есть через банкоматы, которые установлены в большей части, конечно, город. Но если говорить об областных, сельских поселениях, тут, наверное, больше всего представительств у нас почты, наверное, из Сбербанка. То есть, сейчас все для того, чтобы платить, денежные средства есть. Если какие-то вопросы возникают по платежным документам, либо нет по доставке платежных документов, надо обращаться непосредственно к региональному оператору к нам. У нас есть оперативный центр, который эти вопросы все будут, соответственно, снимать и рассказывать гражданам, как работать дальше. Дмитрий Валентинович, давайте перейдем к теме строительства. Саратовская область принимает участие в реализации проекта «Жилье для российской семьи». И регион взял на себя обязательство построить за несколько лет дополнительно свыше 150 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса по цене ниже рыночной. И, на ваш взгляд, каковы перспективы реализации этой программы? Вы абсолютно правы. До 2017 года на сегодняшний день существует федеральная программа, где мы, плюс к тому вводу, которую у нас уже есть по программе «Жилище», мы будем работать по вводу жилья экономического класса. Мы знаем об этих параметрах, и еще раз их повторю. Это то жилье, которое стоит дешевле 30 тысяч за квадратный метр. По рынку мы сегодня, конечно, понимаем, что цены варьируются у нас от 32, от 34 до 40 тысяч за квадратный метр. И чтобы нам необходимо сдержать цены 30, необходимы меры необходимой поддержки, государственной, коммерческой, либо государственной, частной. И такие, согласно этой программе, меры существуют. Во-первых, это социальный ипотек. Те граждане, которые будут подходить под эту программу, а хочу еще раз четко пройти по тем критериям. Первое, это граждане должны, у них должна быть нуждаемость, то есть у них на сегодняшний день их проживание, норма их проживания должна быть ниже 18 метров на человека. Они должны соответствовать тем критериям, которые есть прописаны в 1099-м постановлении. А такие критерии, это большой пласт граждан, это бюджетники, это работники, федеральные работники, это матери воспитывающих двух детей, которые хотят использовать свой материнский капитал для этих целей, Ветераны, граждане, проживающие в непригодном жилье, и граждане, у которых уровень дохода на сегодняшний день меньше, чем 125-120% от среднего душевого дохода в Саратовской области. Это примерно 20 тысяч рублей. То есть при формировании этих критерий мы максимально пытались вовлечь количество граждан в данную программу. Какая цель? Это получается не социальная программа, это программа помощи работающим гражданам. То есть гражданин и те дома, которые будут построены, это будут не социальные дома, это будут такие же дома, не соответствующие всем соответствующим нормам, строительным нормам, местоположениям и так далее. Но государство, кроме социальной ипотеки, а ипотека будет, если рынок в скором времени будет диктовать ипотеку 13-14%, а может где-то и больше, то социальная ипотека будет не больше 12, от 11 до 12% в зависимости от того места, где будет выдаваться. Это механизм номер раз. Второй механизм к застройщику, который захочет принять участие в реализации данной программы, будет выдаваться льготный кредит. Опять же, по льготной ставке. И эта ставка достаточно умеренная. А сейчас, те, кто застройщики, прекрасно понимают, на сегодняшнем банковском рынке, сегодняшней ликвидности, кредит получить под стройку очень тяжело. А здесь будет хороший путь, налаженный через правительство области, через агентство ипотечного жилищного кредитования. И также третий механизм – это компенсация 4 тысячи рублей за квадратный метр тем строителям, которые будут строить программу и обязуются продавать в рамках 30 тысяч за квадратный метр. Муниципалитетам совместно с министерством сейчас нужно будет провести работу по формированию очередей, по формированию этих реестров. Еще раз хотелось бы к гражданам обратиться, если вы собираетесь, есть у вас желание купить такое жилье. Первый проект уже отобран. Это будет 12 гектаров, которые у нас находятся на землях Ньюго-Восток Кировского района. Хороший, отличный земельный участок. И там в следующем году уже начнется строительство. То есть можно будет приехать, посмотреть. Поэтому мне бы хотелось, чтобы граждане уже начали об этом заботиться, обращаться в свои муниципалитеты по формированию этой очередности, чтобы мы сводили сводную. И, соответственно, эти граждане ставили на учет либо впоследствии ипотека, либо впоследствии свои денежные средства. Хорошая программа. На нее у нас стоит на сегодняшний день официальное такое сильное направление. Потому что это направление и поддержка, еще раз хочу сказать, застройщика, который на сегодняшний день достаточно непросто. И поддержка граждан, которые хотят приобрести квартиру дешевле 30 тысяч за квадратный метр. Дмитрий Валентинович, на сайте регионального Минстроя опубликована так называемая дорожная карта развития жилищно-коммунального хозяйства. И, по мнению замминистра Федерального министерства строительства ЖКХ Андрея Чибиса, планы должны быть ориентированы на повышение инвестиционной привлекательности коммунальной сферы. А как вы думаете, какие объекты коммунальной сферы в нашей области могут заинтересовать потенциальных инвесторов? Что касается развития нашего сектора жилищно-коммунального хозяйства, то в будущем он будет идти четко по сформированному плану и графику. Это то, что вы сейчас сказали, дорожная карта. Мы ее на уровне Саратской области сформировали тоже. Сейчас она проходит согласование во всех необходимых смежных структурах межведомственных. И в ближайшее время, ну она правильно также Минстроя Российской Федерации будет принята. Основная ее задача – это плановый, пошаговый подход к реформированию системы ЖКХ. Это и создание новых систем теплоснабжения. Это создание систем водоснабжения. Просвещение граждан и участников процесса жилищного фонда. В юридической базе на сегодняшний день. Это и, конечно же, привлечение частных инвестиций в эту сферу. Что касается привлечений частных инвестиций, здесь есть несколько направлений. Основное, конечно, направление – это заключение конституционных соглашений. И на сегодняшний день есть федеральная задача провести анализ эффективности работы всех государственных предприятий на территории всех областей, на их эффективность. И если эти предприятия являются неэффективными, тогда необходимо работать с инвесторами на заключение конституционных соглашений. Ну, конституционные соглашения, мы знаем, что это такое. На долгосрочное пользование отдается конституционеру использование соответствующего объекта. Но конституционер обязан провести глубокую модернизацию и обеспечить высокое качество, соответствующее сегодняшним нормативам, подачи этого ресурса. Такая работа нами сегодня проводится об оценке эффективности. И в ближайшем мы уже представим график по тем предприятиям, которые необходимо будет отдавать в консессию. Консессия – вопрос тоже непростой. Здесь нужно выбрать хорошего, грамотного и ответственного хозяйственника. Потому что, анализируя опыт других регионов, к сожалению, были случаи, что на аукцион, на консессию выходили недобросовестные хозяйственники, которым потом еще в судебном порядке на протяжении многих лет не могли расторгнуть отношения, и население страдало. Но здесь уже позиция власти, органов федеральной антимонопольной службы, надзорных структур, что, конечно, на этот рынок не попали такие соответствующие игроки, которые придут туда просто для завоевания, для наживы, а не для того, чтобы работать по тем критериям, которые я ранее озвучил. Мы однозначно считаем, что модернизация должна пройти во всех сферах жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас износ оборудований очень высокий. Это система теплоснабжения, система водоснабжения. И мы сегодня уже пользуемся простыми формами государственного частного партнерства, энергосервисными механизмами. Механизм энергосервисный контракт, конечно, на сегодняшний день, мы считаем, уже показывает себя достаточно эффективно. И мы активно идем в сторону установки энергосервисного оборудования в социальной сфере. Это образование, здравоохранение, это и освещение, и теплоэнергетика. Это, конечно, уличное освещение по населенных пунктам, где резко снижается затрат на электричество. Это и теплогенераторы, которые ставятся в квартиры, и граждане уходят от центрального отопления, и, конечно, получают хорошую, качественную услугу с возможностью регулировать дома температуру, какую им нужно. И самое главное, на выходе они, конечно, существенные экономики. На сегодняшний день необходимо говорить о сфере жилищно-коммунального хозяйства, как сферы с высокой инвестиционной привлекательностью. Оборот денежных средств в этой сфере насчитывает сумму свыше 4 трлн рублей в Российской Федерации. Конечно, на такой финансовый институт найдется много желающих, и мы работаем с такими людьми, чтобы они заходили в эту сферу оперативно. Но есть и ряд, конечно, сложных моментов, а именно это отношение банков на сегодняшний день к этой работе. Банк до сих пор считает, что инвестиции в ЖКХ недостаточно рискованны. Это риски с высокой степенью интенсивности. Но с помощью работы федеральных структуров мы выходим, во-первых, мной было сформировано предложение создать фонд гарантийной поддержки таких проектов. Это, я считаю, что будет прорывное, если действительно будет создан такой институт, что те проекты, которые заходят в ЖКХ на модернизации, будут страховаться федеральными гарантийными фондами. Конечно, через жесткий, такой же комиссионный, конкурсный отбор, чтобы ликвидность и полностью экономическая целесообразность проекта была просчитана. Это первое. Второе. Необходимо, конечно, для таких инвесторов, которые приходят на рынок, снижать банковские ставки, которые они будут работать. И сегодня сейчас существует институт. Это программа энергосбережения, которая у нас работает на уровне федеральной. Мы можем принять участие. В следующий год мы с таким проектом пойдем, где федеральные власти будут субсидировать часть вложений, с которыми заходит инвестор в модернизацию в жилищно-коммунальную сферу. Поэтому всех желающих сильных предпринимателей, которым все-таки интересна сфера модернизации и вложения инвестиций в ЖКХ, конечно, мы как министерство, правительство Саратовской области готовы привлечь к работе, показать наш инвестиционный портфель. Он достаточно маленький. На сегодняшний день мы уже имеем портфель на сумму около миллиарда рублей. Все с экономическими целесообразными расчетами и с понятными сроками реализации. Хочу отметить, что этот срок реализации четко будет просчитан по долгосрочному тарифу. Если сейчас это право, то в ближайшее время это будет долгосрочный тариф на регулированную обязанность. Поэтому правила игры на сегодняшний день государство для работы в этой сфере сформировало. Есть понимание, сколько сегодня вложит инвестор, сколько он со временем получит. Надо идти в эту сферу, модернизировать. Ну и, соответственно, если речь идет о инвесторе, реализовывать их коммерческие, соответственно, интересы. Дмитрий Валентинович, спасибо вам за ваши ответы. Всего вам доброго. Спасибо, всего доброго. До свидания. А я напоминаю, в гость студии у нас был министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok